Детский дом В Новый день участники нашего велопробега вошли с новыми силами. Сегодня им предстоит преодолеть больше 40 километров дорог. Настрой у ребят боевой, ведь они поставили перед собой цель – обратить внимание на проблему детей-сирот. Я бы сейчас хотел сесть в машину и поехать, но я соберу силами и поеду дальше. Я хочу преодолеть этот путь препятствий, и я это смогу сделать. У каждого из них своя грустная история. Кто-то оказался в детском доме уже в сознательном возрасте, потому что родители не смогли или не захотели дать им счастливое детство и нормальное будущее. Кто-то никогда не видел своих маму и папу. Но каждый верит в лучшее. Верит в то, что их общий подвиг поможет кому-то обрести семью. Проезжающие мимо водителей встречают сердце километры приветственными гудками. Люди в городах и поселках тоже обращают внимание на наш велопробег. Красивые ребята, хорошие велосипеды, компания хорошая. Ну, это сплачивает. Ну и, наверное, люди тоже обращают. Может, кто-то и отзовется на это дело. Через полтора часа пути ребята въезжают в Березовский детский дом. Встречают их тут как родных, ведь чужих детей не бывает. Двое участников нашего велопробега – воспитанники этого учреждения. Здесь для них приготовили целую концертную программу, которая никого не смогла оставить равнодушным. Это еще раз доказывает – любви и уважения достойны все дети без исключения. Мы своими глазами увидели, насколько талантливы и сильны духом ребята, живущие в краевых детских домах. Они каждый день доказывают себе и другим, что могут все, но им нужна поддержка. Главная мечта, поселившаяся в детских сердцах, чтобы у них появились родители. Добрые, нежные. Чтоб нас любили, уважали. Но пока обнять, поддержать и пожалеть могут только воспитатели. Вообще второй день сердца километров получился самым эмоционально насыщенным для наших участников. Одна из них встретилась здесь с самым близким человеком, которого не видела уже много месяцев. У меня слезы. Потому что своего брата встретил. Главная цель нашего велопробега – развеять мифы вокруг усыновления. Воспитатели рассказывают – не стоит бояться брать в семью ребенка из детского дома. То, каким он вырастет, зависит от его окружения. Если взрослые к ребенку относятся с любовью, дети ему платят тем же. Важно, чтобы он знал, что он любим, что его любят, что он нужен родителям. Какой бы детский дом хороший не был, но все-таки ребенку лучше всего находиться в семье. Ну, и поэтому такие акции нужны. И мы очень рады, что наши воспитанники приняли в акции «Сердце километры». И я думаю, что кто-то, хоть пускай один человек из сотни тысячи, но он заинтересуется, придет в детский дом и все-таки посмотрит кого-то. Именно для этого телеканал «Енисея» организовал велопробег «Сердце километры». Мы уже проехали пять малых городов и сел, где детям-сиротам труднее всего найти себе приемных родителей. На очереди – краевая столица. О том, как встретили нас в Красноярске, расскажем в следующей серии проектов. Алина Штоколова, Александр Шахаданов. Новости. Велопробег «Сердце километры» организован телеканалом «Енисей» совместно с альянсом инициатив «Россия без сирот». Акция проходит при поддержке ОАО «Красцветмет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова